МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сельские народные избранники про работу на избирательных округах, о депутатском корпусе, о работе фракции на различных уровнях законодательной власти рассказал начинающим партийцам парламентарист 20-летним стажем Андрей Алехин. Голосование за редким исключением у нас консолидировано. Есть непринципиальные вопросы, там какие-то, да, мы принимаем решения, свободное голосование, да, как считают, то нужно. Это редкость. Как правило, фракция голосует только консолидировано. Есть принципиальные вопросы, которые мы обязаны голосовать, как и примет решение партия, да. Это вопросы, связанные с принятием бюджета, это вопросы, связанные с кадровой вопросом. Этот набор курсантов уже четвертый. Каждое воскресенье до самого мая молодые коммунисты будут осваивать политическую грамотность. Политология, история партии, основы партийной работы и многое-многое другое. Занятия проходят и в форме лекции, и в виде дискуссий. Партийное училище – проект уникальный. В России такая форма повышения политической грамотности применяется только в Омске. Местные партиячейки делегируют своих представителей, которые в процессе обучения расширяют свой кругозор и получают ответы на любые вопросы. Он дал полный ответ на наши вопросы о капитальном ремонте зданий. Это достаточно был такой животрепещущий вопрос сейчас в данной ситуации. Очень понравился ответ. О том, какое значение для работы партийной организации имеют средства массовой информации, курсантам рассказала специалист по связям с общественностью Омского обкома Анастасия Князькова. Слушатели узнали о новых законах, регулирующих работу СМИ, о том, каким из них и на каких условиях оказывается государственная финансовая поддержка, о медиаэволюции, о работе в социальных сетях. Я знаю, что у некоторых наших, даже молодых коммунистов, есть определенные точки зрения, что интернет – это пустая работа, что самая главная работа вся ведется на улице. Но это на самом деле не так, потому что избиратели, они ведь везде, да, везде наша аудитория, везде надо с ней общаться. И упускать такой ресурс, как в социальной сети, где размещение, по сути дела, бесплатное, ты просто платишь за подключение к интернету. Это, мне кажется, было бы неправильно. В качестве домашнего задания курсанты пообещали Анастасии в своих социальных сетях начать рассылку собственных новостей о деятельности партии. Юлия Богданова, Кирилл Янчицкий, Максим Ложкин, Обком ТВ.